Друзья, всем привет! Как вы успели заметить, у нас на канале Old Dutchman снова стали выходить время от времени коротышки, посвященные тематике восточных единоборств. А именно, показ различных приемов, освобождение от захватов, комбинации, блоки, удары. И это посвящено не только какому-то определенному стилю или направлению, допустим, или каратэ шотокан, или годзюрю, или айкидзюцу. Это, можно сказать, как сейчас любят высказываться, типа крафмага, то есть сборная солянка всей самообороны, которая может пригодиться любому человеку в нестандартной ситуации, и такая возникнет по пути домой, или по пути на дорогу, или вообще просто так, если человек будет прогуливаться на улице. Так вот, что мне хотелось сказать по этим коротышкам. Один комментатор как-то заметил, что в интернете очень много экспертов диванных особенно, знатоков, людей, которые знают абсолютно всю теорию восточных единоборств от и до, но на практике ничего не умеют. Для таких именно людей мы и создаем различные видеовыпуски, различные коротышки с пояснениями, с показом техники из разных ракурсов, чтобы было видно и понятно, как это все делается. Но, тем не менее, находятся люди, которые пытаются утверждать, что мы не правы, мы не так это делаем, мы вообще не знаем, с какой стороны подойти к этой тематике, и лучше бы мы сидели, ничего никому не показывали, не выставляя себя на посмешище. Таким людям всегда задается один вопрос. Ну хорошо, если вы считаете, что мы не правы, мы неправильно что-то вам показали, покажите, как правильно это делать. Они очень часто, в 99% из 100, отвечают буквально следующее. Я не для того прихожу на YouTube, чтобы выкладывать свои видео. Я прихожу сюда расслабиться, у меня шале в Швейцарии в горах, я крутой олигарх-бизнесмен, сижу на диване, у меня целая куча детей, у меня супер бизнес, я смотрю просто так ваши видео, и если вдруг когда-нибудь я захочу выкладывать свои видео, то я буду их выкладывать только на английском языке. То есть это человек, которому вообще показать нечего. Но, но, по некоторым коротышкам я все-таки решил вам показать, вернее их комментарии выложить, чтобы вы видели, кто пишет свои такие вот веские доводы, веские такие вот, скажем так, рецензии по тому, что они увидели. Маленькое такое отступление. Значит, то, как человек изъясняется в интернете, как он излагает свои мысли, манера его поведения в разговоре, пускай то комментарии или еще что-то, показывает очень многое. Во-первых, показывает уровень его образования, уровень его воспитания. В конечном итоге показывает, насколько человек развит интеллектуально. И вот вам на ваш суд некоторые комментарии. Допустим, по одной коротышке, где я показывал со своим товарищем захват за руку, и последующее конвоирование, у нас потом было после этой коротышки объяснение в таком же высоком формате, но немножечко длиннее было, чем коротышка. И я рассказывал, как это все делается, как это нужно фиксировать человека, чтобы он не вырвался от вас и не нанес вам очередной удар или каких-то увечий. Так вот, нашелся один человек, который написал, никто не стоит и не ждет, пока ему палец, пальцы в кулаке разожмут. Значит, да никто, действительно никто не ждет. Тут вы абсолютно правы. Но касательно вот именно этой комбинации, которая была показана. Я как-то уже рассказывал несколько лет назад, в прошлом году рассказывал, и вот в этой же коротышке показывал эту комбинацию. Мы с ребятами сократили, вырезали, чтобы была коротышка. Так вот, человек, если он зажал пальцы в кулак, с таким человеком действительно не пройдет эта комбинация. Эта комбинация проходит только в том случае, если вы подаете человеку руку на приветствие. То есть, в тот момент, когда человек подал вам тоже руку в ответную реакцию, вы просто-напросто разворачиваетесь под его локоть своим локтем, перехватываете его кисть и зажимаете в замок. Все. Все. Элементарно. Я проверял это неоднократно на тех, кого я сам задерживал, на тех, кого я отлавливал. Мои ребята, с которыми я работал, тренировали это. Оно работает. Эта комбинация работает. Поэтому такие вот комментарии, ну, они, увы, неуместны. Там был еще такой вот комментарий. Просто кто-то, видно, бежал куда-то по улице, торопился. Видно, за бутылкой пива бежал, увидел что-то и написал. На дрище, может быть, и выйдет. К чему этот комментарий? Фиг его знает. То есть, он, наверное, подумал, что человек, с которым я показываю комбинации, вот эти вот блоки, приемы и удары, наверное, это человек-дрищ. Я как-то уже в прошлом году говорил, что этот человек 10 лет занимался боксом. Вы не смотрите, что он худой. Никогда не встречайте человека по одежке. Потому что ваше первое впечатление может быть ошибочным. Этот человек спортсмен, атлет. Да, он худой, но он атлет. Он занимался боксом, занимается сейчас самостоятельно. И у него очень неплохие результаты в спорте. Поэтому таких вот комментариев на дрище, может быть, и выйдет. Я не знаю, к кому они относятся, эти комментарии. Ладно. Еще одна коротышечка у нас была. Освобождение от захвата за грудки. Когда я обманным движением увожу противника с линии атаки, перехватываю здесь его руку и бью его под шею. Один товарищ написал, сделай так с боксером. Я ему написал, да, я делал так с боксером. И, между прочим, эта комбинация проходит. Он сказал, ну, ну, не будем проверять. Типа, поверим на слово. Что я хотел бы сказать именно по такому комментарию. Во-первых, боксер, если он действительно на улице боксер, он никогда не будет хватать вас за грудки. Он просто ударит вас. Как написал вот этот вот другой комментатор. Как просто на манекене или человеке, не владеющем навыки. И вообще, я никогда никого не держал за одежду, а сразу бил. Совершенно верно. Боксер делает именно так. Если вдруг случается какая-то ситуация на улице нестандартная, на него кто-то нападает, он не хватает ни за грудки, ни за лацком пиджака, ни за ворот куртки. Он просто-напросто бьет. Все. Эти же комбинации, которые я показываю, и другие люди показывают, попадая ко мне на канал, рассчитаны на технику самообороны. Рассчитаны на, скажем так, закрытие тех пробелов в знаниях самообороны, которые у вас есть, которых у вас, допустим, знаний не достает. Вот и все. Не важно, боксер это, борец или каратист нападает на вас на улице. Это гопник. Все. И для того, чтобы этого гопника выключить, вам необходимы элементарные знания самообороны. Для того, чтобы их действительно уметь применять, нужно заниматься силовой подготовкой. Нужно развиваться физически, а не писать какую-то ерунду в интернете в виде каких-то непонятных комментариев, типа, кто ты такой, звать тебя никак, и вообще, тут я без комментариев. Ну, раз без комментариев, значит, тебя, наверное, впечатлило то, что ты увидел своими глазами в интернете. Я так думаю. Если тебя не впечатлило, попробуй проведи такую же комбинацию со своими напарниками, со своими друзьями, знакомыми, а потом будешь говорить, есть ли у тебя какие-то комментарии, есть ли у тебя какие-то вопросы по этой теме, или еще что-нибудь. И что самое интересное, вот вызывает действительно вот интерес, когда люди приезжают, допустим, на семинар к кому-то, они не ведут себя вот так вот по-идиотски, как в интернете, типа, да у вас это все фигня, да у вас это не получится, да у вас то, да у вас все. Нет, они заплатили деньги за этот семинар, и они пытаются повторить движение в движение то, что им показывают на этом семинаре. Инструктора, мастера, или просто тренера, которые приехали проводить такие семинары. Эти люди, которые приходят на семинары, приходят на тренировки, приходят за получением знаний. Раз они туда пришли, они молчат. Во-первых, потому что они заплатили за это деньги, во-вторых, потому что они хотят познать что-то новое. Но когда люди, попадая в интернете на различные видео, будь то коротышка, или еще какое-нибудь видео полноформатное, начинают вести себя, скажем так, ну, некультурно, задаешься вопросом, а действительно ли у этого человека с головой все в порядке. Потому что вроде бы он на семинаре вел себя нормально, а за дверями этого спортзала он начинает юродствовать, скажем так. У меня было очень много людей, которые приходили ко мне на семинары по самообороне. Вот сейчас вам расскажу один свежий пример. Как-то последний раз у меня собралось, по-моему, 18 или 19 человек. Пришел коллега из полиции. И мы с этим коллегой показывали различные комбинации освобождение от захватов, уход с линии атаки, нанесение контрудара и так далее. Многие люди пытались это повторить. Никто из присутствующих людей на этом семинаре не сказал, что все это туфта, что все это фигня. Никто из них этого не сказал. Наоборот, люди старались повторить, спрашивали, узнавали, интересовались. Коллега полицейский, после того, когда мы закончили семинар, у нас где-то около 4 часов длился весь этот семинар, с показом, потом с демонстрацией, потом с самой тренировкой, он сказал, что некоторые комбинации действительно эффективны, потому что точно такие же комбинации они применяют у себя на работе в момент задержания правонарушителей. Хотя, в принципе, они не особо всегда рассказывают то, как они занимаются, где и чем они занимаются. Ну, вот этот коллега мне вот так вот сказал. Значит, ему я буду верить, потому что это действительно человек, которому можно доверять, который не обманет, не будет говорить какую-то ерунду в глаза людям. Но после этого семинара все те люди, которые приходили ко мне, остались, в принципе, довольны тем, что им показывали. Несколько человек из них потом, где-то примерно через полгода, пошли на семинар по Крафмага. Что такое Крафмага? Это сборная солянка различных техник, комбинаций блоков, контрударов, контратак, собранная из различных стилей воедино. То есть, в Крафмага нет никакой методики, общей методики преподавания, нет никакой общей методики силовой подготовки спортсменов, нет никакой подготовки физического развития спортсменов. Там показывают зачастую приемы, которые на улице, ну, они вообще не действуют. Вообще не действуют. То есть, для того, чтобы этот прием по Крафмага, который вы хотите применить против человека, начал работать, вы вынуждены приложить немалые усилия к тому, чтобы вывести этого человека в вашу область Крафмага. То есть, если на вас кто-то нападает, наносит удар, вы должны сделать так, чтобы этот удар был согласован, скажем так, с теми навыками, которые вы получили на Крафмага. То есть, вы наклоняетесь, вы пытаетесь ломиться вперед, перебрасывая одну руку, вторую руку, потом опять же этой рукой, и начинаете наносить ему удары. Это какая-то мельтешня, это мутата, это нескольких человек я встретил после вот этого семинара по Крафмага. Они сказали, вы знаете, говорит, у вас все-таки на семинаре было интереснее. И слава богу, что нам еще не надо было применять вот то, что мы изучали у вас, то, что мы смотрели на этой Крафмага. Но те инструктора, которые по Крафмага что-то показывали, заслужили у них, у этих людей, которые были прежде у меня, оценки ниже баллом, чем, к примеру, получил это я. Я не хочу сказать, что вот, да, действительно, те техники, которые я показывал, они абсолютно все сто пудов рабочие, они будут рабочими только в том случае, если вам хватает физического развития, если вам хватает силовой подготовки, и если вам хватает опыта в восточных единоборствах. То есть, если у вас достаточный тренировочный опыт, есть опыт соревновательный, есть опыт спаррингов, тогда, конечно, тогда можно начинать спор о том, какой стиль круче, какой стиль хуже. Даже в этом вопросе ответом может служить только единственный правильный вывод. Тот стиль будет круче, спортсмен, представитель которого имеет больше опыта, больше навыков, и развит физически, и интеллектуально. Вот и все. Поэтому спорить, какой стиль круче, какой стиль хуже, не имеет смысла. Это вечный спор, это вечная болтовня, вечная мутатень, которая никогда не приводит к общим выводам, к общему знаменателю. Но когда я в своих коротышках показываю различные комбинации, вы сами видите, сегодня я, допустим, показал Айкидзюцу, вчера я показал Дайторю, послезавтра я показал что-то из Винчун, пару дней назад я показал технику карате, тут я показал бокс. Это не говорит о том, что я нахватал сознание там, 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 поверхностно, нет, я многими стилями занимался основательно по несколько лет, даже по несколько десятков лет. И если я что-то вам показываю, если я вам объясняю, значит, так оно и есть. Так, этому нужно верить и нужно это выполнять именно так, чтобы оно действительно начало работать. У меня очень большой опыт работы в службе безопасности. Бывали дни, когда мы, охраняя супермаркеты или охраняя офисы каких-то там крутых шишаков, обязаны были чуть ли не ежедневно сталкиваться с различными бандитами, гопниками, воришками и так далее. Их нужно было успокаивать, их нужно было усмирять. И вот на основе тех знаний, которые я когда-то получал и продолжал укреплять их, развивая, дополняя другими знаниями, взятыми из различных направлений и стилей, мне почему-то удавалось всегда выходить из таких вот ситуаций, скажем так, не битым. Ну, не получалось у этих гопников, не получалось у этих наркоманов или бандитов, придурков нанести мне какое-то поражение, нанести мне какой-то физический ущерб. У них это не получалось. Это говорит о том, что если вы правильно занимаетесь, если вы оставляете свои вот эти вот эмоции первичные, скажем так, ой, да все это фигня, да оно не работает, оставляете эти эмоции при себе и пытаетесь сделать так, как вам показали, если у вас это получится хорошо, если у вас получится лучше, это вообще будет супер, то тогда эти эмоции просто сойдут на нет. Если же вы будете и дальше утверждать, что оно нифига не работает, да ну его все нафиг, вот я вам сейчас расскажу, покажу и начинает разносить человек теорию по онтологии возникновения восточных единоборств, какой патриарх с каким встретился, сколько чашек саке он выпил, что он придумал, как он это развивал и так далее, это все нафиг никому не нужно, все забудьте, забудьте. Вы посмотрите, как люди сейчас занимаются ММА. ММА это тоже собрание лучших эффективных техник, взятых из бокса, из грэплинга, из самбо, из карате, из того же тейквондо, из дзюдо. Это сборный, скажем так, сборный комплект лучших техник и выигрывает тот, кто более подготовлен в этих техниках. А если сидеть просто так в кресле, там на стуле перед компьютером или на диване перед своим телевизором или с телефоном и писать какие-то глупые неадекватные комментарии, то ни к чему этот человек никогда в жизни не придет, потому что его развитие так и останется на уровне, скажем так, диванного эксперта. Так что не то, что меня это коробит, нет, ни в коем случае, мне абсолютно наплевать. Я показал то, что я знаю, я показал то, чем я могу с вами поделиться. Если у кого-то возникает вопрос, конечно не задают эти вопросы, мы их нормально обсуждаем, различные техники, различные базовые приемы, комбинации и так далее, но если кому-то интересно выставлять себя на пошмешище в виде каких-то необразованных гопников или каких-то, не знаю, безграмотных вот этих лопухов, пожалуйста, над вами только мир будет смеяться. все те, кто будут приходить на канал, будут читать ваши комментарии, они будут смеяться с того, как вы пишете, как вы излагаете свои мысли, с какими ошибками и вообще сразу же, сразу после прочтения комментария такого вот неадеквата, создается впечатление негативное, к сожалению, создается впечатление о том человеке, который это написал. Вот и все, что я хотел сказать. В общем, не забудьте подписаться на канал Old Dutchman, может быть, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий и следите за обновлениями у нас на канале. У нас всегда есть что-то интересное и полезное. Всем удачи! С вами был я, Владимир Козарчук, автор канала Old Dutchman. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok